МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. А здравствуйте! Смотрите в эфире. Третьи сутки без воды. Нету. Жители немецкого национального района вынуждены умываться минералкой. Больше света – меньше денег. Фонари светодиодные, они меняются взамен натриевых светильников. На улицах Барнаула проводят капитальный ремонт линий наружного освещения. Из-за травмы сезон заканчивать не намерен. Еще месяц мы можем спокойно готовиться, а дальше будет видно. Сергей Шубенков вернулся в Барнаул, чтобы продолжить подготовку к мировым стартам. Итак, главное село немецкого национального района Гальпштадт – третьи сутки без воды. Об этом нам рассказали возмущенные жители райцентра. По их словам, они вынуждены покупать минеральную воду, чтобы просто умыться. Жители рассказали, что краны пересохли резко и практически во всем Гальпштадте. Его население, напомню, почти полторы тысячи человек. По словам людей, причиной такого массового отключения стали постоянные аварии и порывы сетей. Им пояснили, что руководство коммунального хозяйства сменилось и неизвестно, куда уходили деньги на ремонт коммуникаций. Комментарий от властей немецкого района мы пока не получили. Но будем следить за развитием событий. Надеемся, водоснабжение в районе восстановят в ближайшее время. А вот восстановить сгоревшую музыкальную школу уже не получится. Сегодня ночью и до самого обеда огнеборцы тушили старое деревянное здание на Калинино-8А в Барнауле. Известно, что строение много лет было в заброшенном состоянии, выгорело более 600 квадратных метров. Предварительной причиной пожара в МЧС называют поджог. В 2001 году этому зданию присвоили статус памятника исторического наследия. Постройки более 80 лет. В военные годы здесь был госпиталь после музыкальной школы. В этом году сотрудники нашего управления выходили и обследовали этот объект. С учетом мнения правообладателя был определен причин работ по сохранению этого объекта. Планировалось провести комплекс работ по консервации этого объекта до 2022 года. И в последующем, до 2024 года, необходимо было решить вопрос по капитальному ремонту, реставрации этого объекта культурного наследия. Сейчас специалистам предстоит оценить масштаб повреждений и принять решение, стоит ли восстанавливать исторический памятник. А вот специалисты горэлектросети решили восстановить и обновить 260 опор. Освещение примерно столько же светильников и 7,5 километров изоляционного провода. Как и в предыдущие годы, на модернизацию уличного освещения отведено в три раза больше средств, чем на строительство новых линий. Где станет светлее, узнавал Андрей Дреер. Ярче, но экономичнее. На улицах Барнаула проводят капитальный ремонт линий наружного освещения. Для этого из краевого бюджета выделяют 30 миллионов рублей и только 10 на новое оборудование. Традиционно внимание уделяют улицам социально значимым. В этом году запланировано в рамках муниципальной программы строительства на 15 участков более 6 километров. Это поселок Центральный, Гласиха, Спутник, Авиатор, Казенная заимка. То есть участки отдельные. То есть всего 15 объектов по строительству. И также 10 объектов за счет краевого бюджета по капитальному ремонту. Сделать освещение города экономичным теперь главная задача. Сейчас Барнаула освещает около 20 тысяч фонарей. Из них треть уже на светодиодах. Фонари светодиодные, они меняются взамен натриевых светильников. Для сравнения, если у натриевого светильника средняя светодача 115 люминоватт, то у светодиодного светильника сейчас мы ставим 180 люминоватт. То есть он в полтора раза энергоэффективнее, чем натриевый светильник. То есть мы тем самым уменьшаем мощность экономной электроэнергии. Кстати, капремонт рассчитан еще и на безопасность. Взамен бетонных опор устанавливают металлические оцинкованные. При столкновении они должны сминаться и минимально повреждать корпус автомобиля. Что же касается строительства новых сетей, то обещают, что в этом году новое освещение появится в пригородных поселках и в районе улицы Матросова. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. А сейчас о достижениях наших инваспортсменов на чемпионате по легкой атлетике. Сразу 7 наград высшего достоинства. Турнир завершился в Чебоксарах. Всего за призовые места боролось более 600 участников из 50 регионов России. Алтай. На этих состязаниях представляли спортсмены с нарушением зрения. На их счету 13 медалей, 7 из которых золотые. Двукратными чемпионами стали Егор Шаров и связка Сергея Патриченко и Андрей Коптев. По разу отличились Софья Аксем, Андрей Кузьмин и Александр Костин. Присоединяемся к поздравлениям и ждем новых побед. Ждем побед и от Сергея Шубенкова. Несмотря на травму, спортсмен не собирается заканчивать сезон. Сейчас знаменитый барьерист вернулся домой на родину и сразу же начал полноценные тренировки. Вернулся из Австрии, там проходил экстренное лечение. Многие болельщики думают, что этот год для Шубенкова уже потерян. Почему с этим не согласен сам спортсмен, знает Кирилл Политов. Ну да, с меня были другие, как сказать. А там умение может быть и небольшое. К стандартным базовым упражнениям разминки теперь добавилось еще одно. Скорее вынужденное. Реабилитацию проходил за границей, в Австрии, там лечил колено. Там же вернулся к тренировкам. Нагрузки, правда, были минимальны. Созванивался с личным тренером Сергеем Клевцовым по несколько раз в день. Уточнял, правильно ли все делает. Правильно. Теперь, как здесь говорят, началась полноценная работа. Нет, крест на сезоне ставить мы не будем, это 100%. Соревнования, до соревнований еще есть время. Еще месяц мы можем спокойно готовиться. А дальше будет видно действительно, как там, как пойдут дела. Как вообще я буду реагировать на нагрузки уже на настоящие. Всего у меня болит по чуть-чуть. Это все где-то, тут уже сейчас мне, например, не понять, это старая травма, или это последствия падения, или это все вместе. Это теперь, наверное, самый страшный сон Шубенкова и его болельщиков. За пару метров до финиша спотыкается главный соперник последних лет, Тамар Маклеуд. При этом ямаец как бы невзначай цепляет соседа Шубенкова. Падают оба. После такого полета Барнаулиц оказывается первым на финишной черте и автоматически в лазарете. Отменили все старты в июле. Это, конечно же, было вынужденное решение. Помимо графика выступлений, скорректированный график тренировок. Травма, вне всякого сомнения, мешает. Нагружаемся мы все равно как бы точечно и выборочно. И гораздо больше времени требуется на разминку сейчас, для того, чтобы как бы завестись в то состояние, в котором он может выполнять хотя бы ту работу, которую мы сейчас, в принципе, не можем не выполнять. Если мы имеем в виду этот сезон, все-таки как-то на него рассчитываем, а не заканчиваться тогда, вот как-то так. Большое возвращение наметили на вторую часть августа. Там пройдут забеги на этапе бриллиантовая лига. Не забывают про чемпионат мира. Это будет главный старт сезона. Побегут в конце сентября. Говорят, это и хорошо. Есть еще время, чтобы подготовиться. То ли в шутку, то ли всерьез. Сергей Клевцов предложил Шубенкову вернуть былой имидж. Уверяет, тогда фарт точно вернется. Все плохо идет. И... Нет, это не из-за бороды. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Спасибо. Видно, что Сергей настроен позитивно, а значит, все будет хорошо. А хорошей ли будет погода, узнаете через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эволар». У меня к этому часу все новости. До встречи.